Здравствуйте, я вот по поводу высказанных мнений во многом солидарна, конечно, со своими коллегами. Единственное, что хотела от себя добавить, опять же, природа конфликта, которая так бурно сейчас обсуждается не только у нас в прямом эфире, но и в чате. Друзья, я бы хотела напомнить, что возникновение вообще самой сути конфликта, оно шло, инициаторами, точнее, этого конфликта были явно не адвокаты. Инициаторами этого конфликта, как вы помните, и что яствует непосредственно из видеоролика, был непосредственно начальник. И не столько даже сотрудники указанного ведомства, сколько его руководящий состав в лице начальника подразделения Шагенова и его сподвижников, заместителей Нагоева и Закаева. Что касается непосредственно того, как разворачивались события в последующем, и что, да, не имеем ничего против какой-то гендерной принадлежности, то есть неважно, были ли женщины адвокаты, либо были ли они мужчины, здесь вопрос действительно вставал бы, точнее, не вставал бы, если бы не позиция следователя, которая описана неоднократно в своих постановлениях, где он такое поведение сотрудников называет адекватным применением физической силы. То есть и формулирует непосредственно обвинение со стороны, в нашу сторону, в защиту с правоохранителей в виде сотрудников, как тактичное оттеснение. То есть тактичное оттеснение и адекватное поведение сотрудников, выраженное в том, что фактически нас не просто выкидывают из-за дела, нас выкидывают из-за дела, при этом Людмила Гамиловна, как вы видели на видеоролике, просто падает на бетонный пол. В последующем меня просто, хорошо, я понимаю, нас вышвынули, допустим, даже допуская такую фантастическую мысль, что мы что-то там нарушили. При этом я хотела бы обратить внимание всех присутствующих. Опять же, они действовали согласно инструкции. Само название инструкции внутри ведомственное. То есть этой инструкции должны руководить действия сотрудников непосредственно этого ведомства. На то она и внутри ведомственная. Мои полномочия, мои обязанности я черпаю непосредственно с федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре. То есть меня, первое, никто с этими требованиями инструкции не ознакомливал, ни меня, ни моих коллег. В последующем применение физической силы было адекватным, по мнению следователя, опять же, несмотря на то, что мне причинен средний вред здоровью. То есть при том, при всем, что мне причинен средний вред, тем не менее следствие продолжает называть применение физической силы подобной адекватным. Еще бы хотела обратить ваше внимание на то обстоятельство, что применение технических средств, как указывали непосредственно некоторые коллеги, которые утверждают, что якобы применение средств было необходимо ввиду моего агрессивного какого-то поведения, и ввиду того, что я не подчинялась, опять же, законам требований, так у нас здесь возникла вообще следующая ситуация. Мир Саркисович очень правильно подметил ее, что у нас обвинения каждый раз придумывают новые основания и по-новому формулируются. Сначала незаконные требования были оглашены в виде неношения масок адвокатами. В последующем это перетекло в обвинение, что незаконные требования были в виде запрета на видеосъемку. В последующем еще они поменяли свое положение в той части, что называют незаконными требованиями, то, что мы пытались проникнуть в здание полиции. Однако вот сейчас, в настоящее время, звучит обвинение совершенно иным образом. Сейчас меня призывают к ответственности ввиду того, что я не подчинялся законным требованиям сотрудников не применять насилие. То есть это уже четвертая форма обвинения, и при этом следствие еще не определилось, что конкретно мне предъявлять. И если говорить уже о том, что происходило при, опять же, самом конфликте, то есть если вникать в суть самого конфликта, этот конфликт начался далеко не на крыльце здания. То есть не в тот момент, когда я наношу какие-то, допустим, удары, либо еще что-то. Этим ударом предшествует удар по клетке, то есть по решетке в тамбуре, где мы находимся. Это крики начальника, которые, кстати говоря, если внимательно изучить видео, на них я реагирую с большим испугом. То есть у меня в какой-то момент просто даже голос начинает дрожать от того, насколько агрессивно ко мне подходит совершенно незнакомый мне человек. В последующем это выражается в том, что бьет по решетке и входит непосредственно в тамбу. Если ты начальник отдела, спрашивается, если ты пришел уладить этот конфликт, зачем подобные действия? Зачем? Правильно сказал психолог, непосредственно наш глубоко уважаемый, что нарушена была уже личная граница. То есть ко мне вплотную подходит. То есть я снимаю на видео происходящее, при том, при всем, что это видео не останавливает, допустим, нашего оппонента, и он не прекращает свои агрессивные действия. То есть он говорит о том, что он начальник, и я запрещаю вам провести видеосъемку. Он не объясняет, что я вас не допускаю к Жилокову по той причине и обосновывает свою причину отказа. Особое внимание хочу уделить тому основанию, что Жилоков является непосредственным спецсубъектом. И в принципе его нахождение в здании полиции на тот момент было недопустимо без присутствия следователя Следственного комитета, то есть в его отсутствии. При этом при всем ни следователя Следственного комитета, ни представителя прокуратуры, ни представителя, извините меня, адвокатуры там тоже не было. Что касается непосредственно нашего законного нахождения в отделе, что предшествовало непосредственно в выдаче, допустим, адвокатскими образованиями ордеров адвокатских, так было заключено соглашение непосредственно с супругой Жилокова, которая позвонила после того, как узнала о том от Кочесоковой. Жилоков непосредственно позвонил Кочесоковой предварительно, сказал, что он задержан без причин, без уточнения причин его задержания и доставлен в отдел. После чего она позвонила его супруге, заключила с ней соглашение. Магова Наташа тоже проехала для заключения соглашения, а я, как лицо, которое в последующем прибыло к зданию полиции, уже прибывала туда, имея на руках заключенные соглашения с адвокатом. То есть выдача ордеров адвокатскими образованиями, то есть в виде адвокатских кабинетов, была абсолютно обоснованная. При этом, при всем, особое внимание хочу обратить на следующее обстоятельство. Допустим, если мы соглашаемся с той формулировкой обвинения, что мы вторгались, допустим, в здание отдела полиции, которое является якобы режимным объектом, где содержится государственная тайна, оружие, что действует действительно, правильно заметили наши специалисты и наши эксперты, что действует на Кавказе, допустим, такая ситуация, что контртеррористические какие-то меры принимаются. Ну, давайте будем абсолютно честны в этой ситуации. Мы приходим как адвокаты в здание ФСБ, мы приходим как адвокаты в здание Следственного комитета, причем в регионах, не просто в Кабрино-Балкарии, но и в соседних субъектах. Я не припомню за пять лет своей адвокатской практики, чтобы меня из здания ФСБ вышвыривали. Вот я вот реально такого не припомню. Я помню другое, что если, допустим, остальные, допустим, сотрудники не хотят нас пропускать, к нам выходит непосредственно там либо оперуполномоченный, либо сам следователь объясняет причины нашего недопуска, и мы спокойно просто дальше ожидаем. И последний момент, который я хотела бы отметить, что ни в коем случае я не хочу говорить, что это мое личное там, допустим, какое-то уголовное дело только в отношении меня. Я понимаю в данной ситуации одну истину. Если это уголовное дело было возбуждено при таких явных, абсолютно явных, как говорится, свидетельствах противоправности сотрудников, но было оно возбуждено в отношении адвоката, то это говорит лишь о том, что этими правоохранителями, в частности, этими сотрудниками, которые ко мне применили физическую силу, психологическое давление, высказывали угрозы сексуального характера, то это говорит лишь о том, что именно этими частицами системы МВД, не самой системой, брошен вызов всей правоохранительной системе. Действительно правильно подметили, что безнаказанность, именно безнаказанность, она и порождает беззаконие. Именно по этой причине я хотела бы обратиться с просьбой к адвокатам, защитникам о том, чтобы принять участие в моей защите в рамках настоящего уголовного дела. Если это возможно, если у вас имеется такое желание, если вы принимаете данную просьбу и предложение, я попросила вас обратиться непосредственно к Михаилу Николаевичу Толчееву, который является вице-президентом Федеральной адвокатской палаты, у которого имеется образец соглашения, подписанный мной, и вы можете спокойно, подписав это соглашение, вступить в защиту моих прав и законных интересов на стадии предварительного следствия. Спасибо.